Привет, меня зовут Ксения Пожиткова, я соосновательница проекта The Dark Store. Сегодня я покажу вам некоторые вещи своего гардероба, потому что порой так интересно попасть в чужую гардеробную. Вообще глобально я не про моду и предпочитаю очень простые наряды. Например, брюки, жилет, рубашка, белая майка, джинсы, пиджак. И мое главное приобретение за много лет это черный пиджак, который подходит вообще ко всему. С платьями, с джинсами, с юбками, с короткими юбками. И я его не снимаю, каждый раз думаю найти ему замену или купить еще один, но возвращаюсь всегда к нему. И что это? Это акне. В общем, у них идеальные пиджаки и супер крутая посадка, поэтому всем рекомендую. Я редко покупаю яркие вещи, но порой мне хочется купить что-то супер яркое. И, например, это был этот топ. Я его надела всего один раз. И, кстати, я передаю его на платформу Оскеле, так что, если вы хотите, покупайте. Вообще, я за осознанное потребление. И недавно мне от супруга досталась классная рубашка Лора Пьяно, которая стала ему мала после очередной химчистки или стирки. Возможно, даже это я ее испортила. Но не важно, поэтому я теперь буду носить ее на пляж. И супер крутой лук с джинсовыми шортами, либо просто с купальником. И пить свой вкусный коктейль. Я редко покупаю вещи ультрамодные, потому что мне кажется, что вещи, купленные на сезон, это неприкольно. В нашей семье мы ратуем за осознанное потребление и стараемся делать меньше каких-то ненужных и эмоциональных покупок. Но все равно не случаются, безусловно, потому что в конце дня мы все равно девушки. И нам иногда хочется просто порадовать себя чем-то супер прикольным. Например, из таких вещей было это платье, которое попало в тренд в прошлом году из-за своих разрезов. Но на самом деле оно настолько мне нравится, что я думаю, я буду продолжить его носить и в этом сезоне, и в следующем. Вещи, которые мне надоедают, я разделяю на разные категории. Некоторые из них я продаю. Если я надевала их всего один или два раза, я понимаю, что они кому-то могут быть супер интересны. Вещи, например, детские в идеальном состоянии, либо новые я отдаю своим подругам, потому что нам нравится эта история, что не нужно постоянно покупать то, но одних и тех же вещей. И мы можем использовать вещи, которые носил ребенок подруги. Или я передаю эти вещи в фонд, потому что я понимаю, что есть очень много нуждающихся, которым будет приятно получить что-то в хорошем качестве, теплое, модное. И это всегда круто. Несмотря на то, что на этой полке у меня стоят супер малышки-сумки, я с ними хожу очень редко, потому что сюда может поместиться максимум карточка и телефон. И это не моя история. В моей жизни присутствуют скорее огромные сумки, куда помещается вся моя жизнь, начиная от спортивной формы, заканчивая ноутбуком. Но всегда приятно порадовать себя какими-нибудь супер маленькими сумочками, которые, по сути, просто дополняют твой образ, или, как я говорю своему супругу, это инвестиция. И еще из любимых, наверное, вот это желтое, которое я делала на заказ в Прадо. Ты выбираешь цвет, и я сделала свои инциалы. Поэтому, возможно, я никогда не смогу перепродать на Ускеле, но anyway, эта классная сумка всегда будет со мной. Некоторые классные вещи мне достаются от своей мамы, потому что она, в отличие от меня, большая модница. И, возможно, она уже пожалела, но у меня есть сумка Gucci, которой, я не знаю, возможно, лет 30, но я ее просто обожаю. И я теперь в ней вхожу почти постоянно. Во-первых, в нее все помещается. Во-вторых, она супер модная и классная, и все эти потертости только добавляют ей шарма и шика. И, мне кажется, мама уже жалеет, что мне ее отдала. И есть еще вторая, такая совсем другая по форме Ridicule. Она тоже старушечка, но от этого не менее любимая. Я супер редко с ней выхожу, потому что это прям не моя форма и не мой цвет. Но мне кажется, что надо как минимум постараться сохранить ее для своей дочери. У меня есть классная блузка Miu Miu. Супер не моего цвета, а розового, который я надела, наверное, один раз. И она вообще супер не характерна для меня. Очень много всяких непонятных для меня деталей. Поэтому нужно ваше мнение. Продаем или не продаем? До сих пор держится тренд на псевдокожаные вещи и кожаные. Это псевдокожаная рубашка. Была надета пару раз, но мне немножко поднадоело. Но я сомневаюсь, может быть, оставить или лучше продать? Функциональное платье с ярким принтом. Чем оно меня привлекло? Это разрезы на спине. И оно суперудобное. То есть ты надел его как мешок и пошел, и суперкрасивый. Можно кинуть черный пиджак сверху, каблуки, либо кроссовки, неважно. Но есть сомнения, хочу ли я заменить его на новый или оставить. Так что продаем или не продаем? Когда-то давно я покупала вещи в бренде Dolce & Gabbana. И с тех времен у меня остались две юбки, которые супер не про меня. Потому что это юбка-чюльпан. Это юбка, которую, наверное, сейчас можно было бы надеть с высоким каплуком. Но для истории своей я хочу оставить одну из них. Поэтому надо выбрать, какую из этих двух юбок мне придется продать. Ну и немножко про обувь. Обувь у меня меньше, поэтому меньшим количеством позиций я могу вас порадовать. Но есть одни туфли, которые я реально надевала пару раз. Это Джен Виттер Ось, известная модель. Она из химчистки. С профилактикой, если это кому-то важно. И они очень классные, удобные. Прикольного цвета, потому что в некотором освещении они выглядят как нюдовый, в некотором как розовый. И они достаточно праздничные, потому что тут немножко они блестят. Поэтому прошу вас помочь мне разрушить один вопрос. Продаем или оставляем? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...